В имя Отца и Сына и Святаго Духа, братья и сестры, сегодня мы празднуем, вспоминаем Пресвятую Богородицу и вспоминаем явление Ее иконы Казанской в нашем городе Казани в период, когда мы воевали, отвоевывали этот город. И я думаю, что каждый из вас хорошо знает по школьному курсу истории, как что-то происходило. И думаю, что каждый из вас хорошо знает, знаком с историей Пресвятой Богородицы, которая, наверное, каждому православному, не знаю, есть ли такой православный, которому бы Пресвятая Богородица Матерь Божия не была бы дорогая, близкая, в жизни которого бы она не являла какое-либо чудо и не вмешалась бы где-то в сложную ситуацию так, чтобы у христианина сложились личные, собственные взаимоотношения с Пресвятой Богородицей. И мы скажем лишь то, что всем давно известно, скажем просто повторяя за другими о том, что Пресвятая Богородица была предизбранной, потом у нее она была уготовленной и в конце концов явилась. Что значит предизбранная? Это во время сотворения мира, как говорит один толкователь Богослужения Николай Кавасила, когда Господь увидел, что мир сей добр, зелок, красив, то есть очень красив и прекрасен, Он говорит, что та самая красота, которая украшала мир в первые дни творения, эта же самая красота пребывала с Пресвятой Богородицей от начала до ее исхода и в еще большей степени проявилась, когда Пресвятая Богородица отошла от временной вечной жизни. Когда мы говорим, что Пресвятая Богородица была уготована, мы начинаем говорить о том обетовании, которое получил Адам и Ева, который получил по своем исходе, по своем отпадении от благодати Божьей, по своем исходе из рая, когда Господь сказал, что жена родит того, кто будет попирать змея, а змея этот будет кивать, клевать его, значит, жалить его в питу. И вот мы видим, настали эти хладнокровные века, настали эти рептилоидные, рептиловидные века, когда все восстает на имя Христова, восстают в Родина Церковь Божия. И здесь мы видим опять заступничество Пресвятой Богородицы. И мы также можем обратиться к ее жизни, то есть то, что она была уготована. А как она была уготована, вы спросите? А уготована она была от рождения, от своего чудного рождения, и по восшествии своего святая святых в Храм Божий, в который она чудесно поднялась по лестнице, пробивая стихи псалма, которые она не учила до этого, и провела во святая святырь, там, где приходят только архиерей, там она провела до 14 лет своей жизни, 14 целых лет. Вы спросите, что она там делала, чем она там занималась при Святой Богородице, во святая святырь? То, чем она занималась, один преподобный, великий преподобный Исаак Сирин, он называет это «активность без участия чувств». Активность без участия чувств. Или же, другими словами, это называется покаяние, изменение собственного образа мысли, и через это, через вот такое постоянное изменение себя и собственных мыслей, соединение с Богом. Но только мы с вами соединяемся своим подвигом, мы с вами соединяемся подвигом и причащением, и постоянными какими-то любыми способами и поисками соприкоснуться с Божественными заповедями, исполнить Божье Слово, хранить его в себе, исполнить, и тем самым как бы проявляем в своем поведении Христа. А Пресвятая Богородица не просто проявила его в своем поведении, но она родила его, то есть она от своего тела дала ткань Божеству, которой ткани не имел. То есть он сущности такой, как мы с вами, руки, ноги, глаз, ушей, волос и кожи, всего этого он не имел. Господь был сущность, он был, как и мы, он мог общаться, отвечать. Мы видим, что он в Ветхом Завете отвечал людям, но его нельзя было потрогать, и нельзя было с ним общаться. И Пресвятая Богородица через это рождение дала нам возможность потрогать его, потрогать и увидеть, как. И соприкоснуться не просто так, а именно телесно с ним соприкоснуться. Это очень важный момент для нашей с вами жизни, для понимания нашей с вами жизни. Ибо бестелесность человеческая, она прежде всего связана с тем, что они не понимают, что Бог ради этого тела стал как бы плотием, что Он вошел в это тело и с нами телесно обитал. И об этом очень хорошо сказано, об этой активности без участия чувств. Мы слышали в Евангелии. Некоторые говорят, что Марфа, Марфа, и Мария, Мария, вот две чаши такие, одна Марфа, это деятельная, я подметаю, готовлю что-то там, нам борщ, поготовила, и все, это я Марфа, вот, а вот кто-то там сидит, молится, он морит. Такое восприятие не совсем, так сказать, наше с вами, не совсем православное, потому что Господь с достаточным укором сказал, Марфа, Марфа, и два раза повторил. Если что-то в Святом Писании, вы слышите, повторяется два раза, то значит, как бы Господь призывает нас пригласить нас, наше внимание на этом задержать. И далее он ставит, противопоставляет все-таки, говорит, есть участь такая, которая не отнимется. То есть есть участь, которая отнимется, а есть участь, которая не отнимется. И, конечно, в понимании этого Евангелия мы сразу погружаемся в образ всего человека. То есть мы знаем, что в нашей внутри есть и наша Марфа, и есть наша Мария, и Марфа это отнимется от нас, когда мы уйдем. А то, что мы можем назвать Марией, вот эта активность, безучастие чувств, она вместе с нами туда, предстанет перед Господом, перед очами, перед взором Божьим, исполненным любви. И вот этот взор Божьим, исполненный любви, будет очень для кого-то страшным, для кого-то будет долгожданным, утешительным, а для кого-то будет страшным, потому что взор, исполненный любви, это настоящий вещь любви, который может человека ввергнуть в такие муки совести, которой человек никогда не избавится. Избавления не будет, потому что не будет тела. Пока есть тело, есть возможность измениться и избавиться от того, что у нас есть. Всех, не просто Марфа, всех тех плохих, побочных явлений Марфы, той активности, которая не просто для жизни, а сверх этого, вот этой вот дурной активности, вот это все может, мы не, когда мы умрем, мы уже не сможем от этого избавиться. Поэтому Господь призывает нас избавиться сейчас. И апостол Павел продолжает, он говорит, что, вспомните, что Господь называл, он говорит, что я отец, вы же братья. И он говорит, что он не погнушался, сам Бог не погнушался быть между нами братьями. Сам Бог не погнушался быть между нами братьями. И не просто был братьями между нами, Но стал, как самый меньший брат, и как самый худший брат, как самый презренный, прошел до конца и претерпел крест, и на этом кресте, кресте, как бы самый тяжелый жизненный путь прошел. А Пресвятая Богородица, глядя на это, упала без сознания, глядя на своего сына под крестом, она просто упала без чувств. Потому что представьте, все эти писания пророков, все, что она слышала в храме, все-все-все, все в один момент, друг при ней, предстало сбытие всего этого. Все это сбылось, и это все касалось всего человечества. Только она понимала, что это касается всего рода человечества, а не только ее себя. И это, конечно, не подъемный крест какому-то простому человеку, это только она, наша Пресвятая Богородица, могла понести. Поэтому она тоже готова всех принять и все простить, как ее сын. Она знает, как бывает. Пресвятая Богородица знает, как бывает. Мама может не знать, как бывает. Папа может не знать, как бывает. Муж может не знать, как бывает. Дети могут не знать, как бывает. А Пресвятая Богородица знает, что у тебя в жизни бывает, и как у других людей в жизни бывает. И она не будет отворачиваться, только она молчит, когда человек сам пренебрегает, когда человек сам высокомерно отказывается от ее помощи. Но мы с вами собрались здесь в праздник ее, мы с вами смиренно, сквозь эту жару пришли, собрались, чтобы почтить ее память, приложиться к ее иконе. И кому Господь подавляет причаститься святых, что вы даете? Молитвами и предстательством Пресвятой Богородицы. Господи, помилуй нас.